Аркадий Кашко. Уголовный мир царской России. Часть вторая. Гнусное преступление. Как-то в конце пасхальной недели 1908 года явился ко мне на прием сильно напуганный человек, по виду мелкий купец, и чуть ли не заикаясь от волнения рассказал следующее. «Сю жизнь, господин начальник, мы прожили, можно сказать, по-честному. Мухи не обидели, и немало добра людям сделали. А вот под старость эдакая напасть приключилась. И чем только Бога прогневили, сказать не умею. Да говорите толком, в чем дело?» «Дело мое необыкновенное. Не знаю просто, как и приступить. Начну с самого начала. Сами мы теперь третий год живем на отдыхе. В своем домишке на Остоженке. Я, супруга моя Екатерина Ильинишна, да сынок Михайла. А до того времени двадцать лет свою торговлю мелочную имели и капитали, слава богу, приобрели. «Квартира у нас порядочная. Пухарку держим и вообще живем не хуже людей. С месяца тому назад сынок мы уехал в Пензус проведать невесту. Жених он у нас. И остались мы с Ильинишной вдвоем. Ну-с, хорошо-с. И говорит вчерашний день супруга моя. Хорошо бы, Лаврентич, нам в баню сходить. Это я, Терентий Лаврентьевичем, прозываюсь. А то за праздничные дни обкушались мы с тобою. Не вредно бы венечком попариться да поту выпустить. Что ж, говорю, разлюбезное дело. Отправились. Помылись мы на славу и с кумачевыми лицами вернулись домой. А дома, конечно, самоварчик ждет, разные булочки сдобные да разносортное варенье. Распоясались мы, жена освежила личико студеной водицей и, благословясь, сели мы за чай. Выпили мы с ней стаканчика по четыре и в такое благорасположение пришли, что просто и не рассказать. На душе покойно. Телеса приятно разогреты. В утробе одно удовольствие, а в комнате так светло и уютно. В уголке лампада перед иконой горит. Сидим, молчим и молча радуемся. Вошла в комнатку кухарка и, обращаясь ко мне, говорит, вот давеча, пока вы были в бане, пришло вам письмецо. И протягивает мне его. Я поглядел на конверт. Письмо иногороднее. Уж не от сына ли, подумали мы. А вы разве почерк сына не узнали? Да где его там разобрать? Сами мы не больно грамотны, да и сын не гораздо хорошо пишет. Ну, однако распечатали. Оказалось, от сына. Вот оно. Я захватил с собой. Я пробежал письмо глазами. В нем довольно корявым почерком было написано. Дорогой наш родитель Терентий Лаврентьевич и дорогая мамаша Катерина Ильинишна. Шлю вам с любовью низкий сыновий поклон и прошу вашего благословения на веки нерушимого. Четвертую неделю пребываю в Пензе, и невестой моей и ей иными родителями премного доволен. С ними встретил светлые праздники и взгрустнул, между прочим, что вас со мной не было. Хоть Пасху провожу и без вас, однако вас не забыл и посылаю вам посылку на трипудовесом. А что в ней находится, не сообщаю. Это вам сюрприз будет. А только Пенза славится платками, перчатками и разными фруктами. Но это я говорю только так, для обману. По ссылке совсем другой товар находится. Затем пожелаю я вам всего хорошего. Ждите меня домой недельки через две-три. Остаюсь вашим любящим и покорным сыном Михаилом Терентьевичем Шишкиным. Мой посетитель продолжал. К этому письмецу была приложена и багажная квитанция на посылку. Время было позднее, и с получкой пришлось обождать до сегодняшнего дня. Как прочитали мы это Мишенькино письмо, нас ажо слеза прошибло. Ильинишна мне говорит, вот отец какого сына мы с тобой вырастили. Где бы парню с невестой все на свете забыть? А он, глядь, своих стариков вспомнил, да еще как вспомнил, трехпудовой посылкой. А только очень мне любопытно знать, что в этом сюрпризе находится. Я так думаю, хоть он нас избивает с толку, а должно быть все платки пуховые. Знает, мать тепло любит. Эвана, говорю, куда махнула? На три пуда пуховых платков. Эдакую уйму и вагон, пожалуй, не уложишь. Ну, значит, яблоки, говорит супруга. И опять зря говоришь, отвечаю. Подумаешь, яблоки, невидаль какая. Нашел, чем родителей порадовать. Всю ночь мы плохо спали с женой. Кто толкнет она меня в бок и полусонного огорошит вопросом, а может быть, Лавренчич, пуховые перчатки? Отстань, говорю. А у самого в голове разные фантазии. Может быть, пряники медовые. А может быть, и стерляди сурские. Страсть люблю стерляжью уху. Меня аж его в тревогу бросало. Не дойти-то рыбе не такую даль, как пить дать протухнет. Под утро я разбудил даже супругу и спрашиваю, ежели, к примеру, сказать, стерлядь залежала, то по глазам ей нам можно это распознать? Какая стерлядь, говорит супруга. А ну тебя к лешему, дрыхни, отвечаю сердито. Так мы и промаялись всю ночь. Утром наскоро напились чаю и в местях на извозчике помчались на Рязанский вокзал. Предъявляю квитанцию, мне носильщик выволакивает тяжелый ящик, обшитый рогожей, натуго перевязанный веревками. Сволокли мы его на извозчика, да я и да домой. Едем, а любопытство так и разбирает. А как повеет ветерочком, так от ящика легкий странный дух идет. Ой, говорю, выходит, по-моему, не иначе, как стерлядь. Принюхайся, как рыбина и отдает. Приехали домой, внесли ящик в столовую, разъяли веревки, взял я топор, да и начал отковыривать крышку. Сверху соломы заложено, а супруга моя так и ягозит, так и ягозит. Прощупали сверху что-то твердое. Скорей, говорит Лаврентье, чего копаешься? Запустил я сбоку руку вглубь. Нащупал какой-то предмет и вытаскиваю. Мать честная, святые угодники! Я даже икнул, а супруга грохнулась на пол. Я держал за пятку кусок человеческой ноги, обрубленный по колено. Сердце колотится, а я, как дурак, застыл с протянутой рукой. Прошло немало времени. Наконец слышу, Ильинишна кричит. Чего? Стоишь истуканом, брось эту погонь! Ну, действительно, отшвырнул я ногу. Что ж это такое, говорю, творится? Разуважил, можно сказать, сынок. Поздравил с праздничком. Полно тебе брехать в своем ли ты уме? Разве Мишенька позволит себе этакие шутки? Осмотрим скорее весь ящик, да и в полицию. Осмотрели мы, господин начальник, посылочку вдоль и поперек. Ничего, можно сказать, сюрприз. Человечье тело, разрубленное на четыре части, и промеж ног голова всунута. По всем видимостям, труп молодой девицы, можно сказать, девочки. Заметно это по телосложению трупа. Опять же на голове длинная коса, а в ней вплетена лента. Вот, извольте получить. И он положил мне на стол длинную шелковую пеструю ленточку. Помолчав, я спросил, что же вы обо всем этом думаете? Да что тут думать? Ничего не думаю. Однако, конечно, что мой сын ни при чем. А другой посылки от сына вы не получали? Нет, не получали. Я кратко записал сообщенные мне данные и отпустил купца, взяв его адрес. Конечно, убийство, видимо, было произведено далеко за пределами Москвы и вряд ли подлежало моему ведению. Но дерзость и цинизм преступления возмутили и заинтересовали меня. К тому же имелось еще одно превходящее обстоятельство, побудившее меня лично взяться за это дело. Я только что получил от брата из Пензы, где он в это время был губернатором, письмо с приглашением приехать погостить, а так как, судя по багажной квитанции, следы вышеназванного злодеяния надлежало отыскивать именно в Пензе, то я и решил соединить приятное с полезным и тотчас же принялся за работу. Взяв с собой полицейского врача и двух понятых, я поехал на остоженьку к Плошкину. Экспертиза врача установила после исследования разрубленного трупа в ближайшем медицинском пункте, что он принадлежит девочке 14 примерно лет, убитой ударом колющего оружия в сердце, приблизительно двое суток тому назад. Допросив еще раз Плошкина, я ничего нового от него не узнал. На мой вопрос, не было ли у него каких-либо врагов, сводящих с ним счет, и он ответил, «Нет. Всю жизнь я прожил в миру и ладу со всеми, и мстить, кажись, некому». Но, подумав, добавил, «Разве что один человек мог остаться мной недовольным. Это мой бывший старший приказчик Сивухин. Уж больно он воровать стал. А года за два до закрытия моей торговли я выгнал его от себя вон, и, помню, обозвал даже вором. А он, уходя, пригрозил мне, «Погоди, старый черт, отольются тебе мои слезы». Да только тому уже пять лет прошло, и ничего, покуражился, видимо, человек. Не сохранился ли у вас почерк этого Сивухина? Да как не быть. Вон старые торговые книги валяются. А ну-ка, покажите. Плошкин отобрал одну из книг, перелистал несколько страниц и раскрытую поднес мне. Вот егоная рука. Я поглядел. Довольно неровным почерком было написано наименование и цена нескольких товаров. Сравнив эти записи с почерком письма, полученным Плошкиным, я убедился, что почерки разные. На следующий день, собрав подробные справки о сыне Плошкина, оказавшиеся для него вполне благоприятными, и снабженный фотографиями с обезображенного трупа, я выехал в Пензу с экспрессом. Повидавшись с родными, я приступил к делу. Пригласив к себе местного начальника сыскного отделения и полицмейстера города Пензы Вэя Андреева, я спросил их, не поступало ли от кого-либо заявлений о пропаже девочки лет 14. И тот и другой заявили, что три дня тому назад некая Ефимова, продавщица в казенной винной лавке, обратилась за помощью в полицию, прося разыскать исчезнувшую дочь, девочку 14 лет, Марию, причем подозрений решительно ни на кого не имела. Местная полиция уже производила розыск, но пока результатов благоприятных не получено. Я пожелал лично допросить как Ефимову, так и молодого Плошкина и приказал вызвать их обоих. Крайне тяжелое воспоминание осталось у меня от встречи с Ефимовой. Подавленная горем, в слезах, явилась она и рассказала, как было дело. Ее дочь сгод как служит в качестве ученицы у портнихи, некой Знаменской, проживающей в конце пешей улицы. Сначала Маше жилось у хозяйки нелегко, но последние два месяца Знаменская резко изменила свое отношение к ней. Стало ласково, добра и снисходительно. В день исчезновения Маши было светлое воскресенье, и девочка была у матери. В два часа дня отпросилась погулять в Лермонтовский сквер на часочек, но не вернулась ни через час, ни через три, ни к вечеру. Стревоженная мать кинулась на поиски, побывала у портнихи, но Маша как в воду канула. Поволновавшись всю ночь, она наутро сделала заявление полиции о пропаже дочери. В большом волнении протянул я ей шелковую, пеструю ленточку и спросил, знакома ли она ей. Мать судорожно схватила ее и с надеждой во взоре радостно проговорила, «Она, она самая, это любимая ленточка моей Машеньки». Щадя нервы моих слушателей, я не буду описывать той тягостной сцены, что последовало вслед за раскрытием страшной правды. Как ни был я осторожен, но печальный факт оставался фактом, и горе несчастной матери было безбрежно. Это тягостное впечатление несколько рассеял Михаил Плошкин. Завитой барашком, с галстуком одного цвета со щеками, в крахмальной манишке и с огромным аметистом на указательном пальце предстал передо мной счастливый жених. Держало вел себя по собственному выражению высококультурно. «Намеревались ли вы послать вашим родителям посылку в Москву?» спросил я его. «Конечно, оно следовало бы, как вы сами понимаете, родители, ничто другое, но любовный дым, в коем я пребываю, помешал мне в исполнении этой заветной мечты. Так что и письма вы никакого им на Пасху не посылали?» «Я не удосужился поздравить с высокоторжественным праздником. А между тем они посылочку от вас получили и на три пуда. Шутить изволите. А вот, прочтите». И я протянул ему письмо. Он внимательно прочел его, раскрыл рот от удивления и уставился на меня. Так как я еще в Москве сверил его почерк с почерком письма и убедился в их различии, то я не нашел нужным его дольше задерживать и отпустил его, не разъяснив ему странной загадки. По его словам, кроме невесты и ее стариков-родителей, никто не знал московского адреса Плошкиных. До поры до времени я решил оставить в покое этих людей и пожелал инкогнито навестить портниху Знаменскую. Мне хотелось лично вынести о ней впечатление не только как о лице, игравшем значительную роль в жизни погибшей девочки, но также и потому, что сведения, собранные о ней местной полиции, были неблагоприятны. Темное прошлое, обширные знакомства с людьми, ничего общего не имеющих с ее ремеслом и средой и так далее. С этой целью, переодевшись в местном сыскном отделении в отрепье босика, подкрасив слегка нос в красный цвет и взъерошив волосы, я забрал под мышку узелок, туго набитый крючками, пуговицами, лентами, агромантами и прочим прикладом, и вскоре был в конце пеший и входил на кухню квартиры, занимаемой портнихой Знаменской. Я довольно нерешительно открыл дверь. В кухне за большим столом сидели две девочки лет по четырнадцать и девушка постарше лет семнадцати. Они с аппетитом уплетали кашу, черпая ее деревянными ложками из общей кастрюли. Все три обернулись, но, увидя мое рубище, ничего не ответили и продолжали есть. Наконец старшая спросила, «Что тебе нужно?» «Мне бы хозяюшку вашу повидать». «А на что?» удивилась она. «Да тут кое-какое дельце к ней будет». «Ладно, обожди, уже позову». Я прислонился к осяку двери и стал наблюдать. Обедавшие ничем не отличались от обычного типа портнишек. Смазливенькие, в черных калинкоровых передниках, с привешенными на шнурочках ножницами к поясу и чуть ли не с наперстками на пальцах. Вид их был довольно усталый, несколько болезненный, а у старшей заметно были накрашены губы. Продолжая есть, они совершенно забыли о моем существовании и перекидывались ничего не значившими фразами. «Ну вот, я насторожился». Одна из девочек сказала, «Эх, Маня, где же ты теперь?» На что другая ответила, «Да лови ветра в поле и след ее поди простыл». «Ну и красавица была». Продолжали разговор девочки, «второй такой не сыщешь». Старшая сказала, «А все-таки как хотите, тут дело без жабы не обошлось. Что-то уж больно скоро она утешилась, а ведь как ухаживали за Маней, лучше ее никого не было». Они замолчали. Я покашлял. Старшая, встрепенувшись, сказала, «Ну-ка, Настя, сходи за жабой, скажи, что тут человек дожидается». Одна из девочек отправилась в комнату и вскоре вернулась с лукавой улыбкой и, подмигнув подругам, заявила, «Я о жабе сказала, что какой-то господин ее дожидается, и она принялась пудриться, румяниться и душиться». Девочки звонко расхохотались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова